МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбор сделан. Какую из двух квитанций стоит оплачивать горожанам? Сегодня партия власти решала вопрос о легитимности платёжек. Чтобы сделали что-то путное, надо долго упрашивать. А глядя на результаты работы, хочется плакать. Да, Ирина Дмитриевна? Да. Какой подарок? Управляющая компания Кэтч. Сделала жителем Стрелецкого городка к 8 марта, расскажу я, Александр Инин. С доставкой в роддом. Сегодня младогвардейцы устроили концерт в перинатальном центре. Какую программу подготовили для роженец? Клара Цеткин гордилась бы их силой и умением постоять за себя. 150 девушек из 17 регионов страны участвуют в открытом первенстве ЦФО по боксу. Подробности в репортаже Евгения Аксиненко. Вы смотрите новости 24 на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Обыски в администрации Суздальского района. Об этом сообщает сегодня МВД. Обыски проходят в рамках уголовного дела, которое возбуждено в отношении главы района и некоторых его подчиненных. Глава администрации подозревается в незаконном получении 1 миллиона рублей. Михаил Иванов требовал у предпринимателя взятку за переоформление сельхозземли в участок под индивидуальное строительство. Сделка проходила через подчиненную главы. Сотрудники полиции задержали посредника при получении денег. Позднее установили причастность главы района к вымогательству. Дайными квитанциями займется прокуратура. Напомним, с января этого года жители 155 домов города Владимира получают сразу две квитанции за оплату коммунальных услуг. Сегодня скандальную ситуацию с платежками изучили на политсовете партии «Единая Россия». Каким выводом пришли представители партии власти, расскажет Евгений Локтёнов. Глава администрации города Андрей Шохин не скрывает, к скандальной ситуации мэрия была готова. Еще год назад управляющую компанию ЖКС, которая обслуживает 155 домов областного центра, купил пермский бизнесмен Сергей Чухустов. Владельцы компании прославились на всю страну банкротством и клонированием управляющих компаний в Перми. Как правило, схема всегда применялась одна и та же. Сначала фирма массово собирает незаконные платежи с населения, а затем объявляет себя банкротом. Отвечая перед кредиторами, смешным уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Славилась своей работой в других городах, такие как Пермь. Еще в других городах они работают и везде. У них в этой компании достаточно скандальная история. И вот у нас в городе оно произошло примерно таким же образом. Если завтра эта компания исчезнет, а все идет к тому, чтобы жители просто понимали, что их деньги к нему же не вернутся. По информации городских властей, управляющий компанией ЖКС сможет свернуть свою деятельность во Владимире в ближайшие дни. Уже проведено совещание со 155 старостами домов. Жильцам рекомендовано либо оплачивать квитанцию ВКС, либо вообще отказаться от оплаты квитанции на время разбирательств. Тем временем, законодательное собрание уже готовит запросы в правоохранительные органы. Город Владимир у нас вынуждены платить по двум платежкам различным теплоснабжающим организациям. Конечно, это ненормально. Законодательное собрание Владимирской области готовит депутатский запрос в прокуратуру и в органы внутренних дел. Городские власти уверяют, к тем жителям, которые не заплатят вовремя февральские квитанции, не будут применены обычные санкции в виде пени и штрафных платежей. Тем временем, компания ЖКС начинает терять своих клиентов. Первые заявки собственников жилья о смене управляющей компании уже поступили в мэрию. Евгений Локтенов, Шестой канал. Кто ж так чистит? Жители одного из домов в Стрелецком городке очень долго добивались, чтобы управляющая компания КЭЧ убрала снег от окон. А когда с помощью нашего канала этого добились, получили неприятный бонус. Как поздравил КЭЧ Ирину Дмитриевну Остафьеву с 8 марта, увидели наши корреспонденты. Ирина Остафьева не первый десяток лет живет на свете, но с таким варварством столкнулась впервые. Родная управляющая компания сначала никак не могла очистить этот двор от снега, потом сгрудила его под окна жильцов первого этажа. И так бы снег, наверное, под воздействием весеннего солнца и перетек весь в квартиры людей, если бы они не пожаловались на телевидение. Снег от окон убрали, но вместе с палисадником и забором. Это же надо быть вот настолько жестоким человеком, чтобы не просто снег, а вместе вот с землей и все, и утащить вон туда, вон, к самому забору. Это просто человеческая ненависть какой-то, зло в человеке или желание отомстить. Ирина сама сажала под окнами цветы и кустарники. Сама привозила землю для клумб, чтобы летом глаза радовались. Шиповник, вот от него остались ножки-дорожки. Вот такой кустярый был многолетний. Этому кусту, наверное, лет 30, как не больше. И от него вот осталось, вот, два черенка. Любимые цветы теперь только на старой фотографии. Чтобы восстановить такую красоту, нужно начинать все с нуля. Может, управляющая компания поможет? В разгар рабочего дня идем туда. Но ни директора Сергея Чернова, ни его замов на месте нет. Все работают, вот именно все работают. Кого-то застать хотели. Как и таково, ответственных лиц, конечно. Но о девушке в приемной директора только и слышно. Приходите позже. Как позже? Сегодня же короткий день. Девушка, вспомнив, что сегодня и правда короткий день, тут же выдвигает другую версию отсутствия руководителей. Они на объектах... Вы говорите на объектах. На объектах на каких? Мы подъедем на эти объекты. Мне не подчиняется ни Чернов, ни Губский. Губский Геннадий – это директора подрядной организации, через которую КЭЧ оказывает услуги населению. Именно рабочие Губского, по словам Ирины Дмитриевны, убирали снег от окон дома и перестарались. Идем в приемную Геннадия Павловича. Милая девушка говорит – шефа нет. И советует обратиться к мастеру Татьяне Зудковой. Дверь напротив. Добиться толку здесь непросто. Телевидение проверило это на себе. Что уж говорить о бедных жителях дома 52 в Стрелецком городке. Кто вернет им? Полисадник. Может быть, все-таки случится чудо? И это будет директор управкомпании господин Чернов? Сергей Александрович, ну не хотелось бы выносить на более высокий уровень данную ситуацию. Может быть, вы повернетесь лицом своим квартиросъемщикам душевно. Подойти бы и поговорили. Может быть, и не было такого конфликта. Александр Инин, Артем Горчаков, Александр Мажаров, Шестой канал. Праздники для владимирских женщин. Сегодня в Доме офицеров чествовали прекрасную половину нашего города. При входе в зал дам встречали мужчины во фраках и с цветами. Сам праздничный концерт на этот раз прошел в стилистике цветов. Танцевали розовый вальс, пели городские цветы и подсолнухи. Женщины самых разных профессий получили сегодня подарки, грамоты и цветы от руководителей города. К слову, в числе награжденных оказался и главный редактор нашей телекомпании Анастасия Кузина. Всего же за наградами на сцену вышли 13 женщин. Но магия чертовой дюжины на настроение собравшихся никак не повлияла. Вы еще выкладываетесь полностью на работе. Приходите домой. Еще вам нужно встретить своего мужа, любимого, дорогого. И еще улыбаться ему. Сказать, что он самый прекрасный. И этим его вдохновить. А на самом деле все бодренькие, которые совещают мужчины, они совещают, совершают, конечно же, ради вас, прекрасных, любимых. Женщина для мужчин всегда женщина. Это любимая женщина, это жена, это мать, дочь, сестра. И слава Богу, что это так. Слава Богу, что по вашей вине у нас есть весна, у нас есть любовь. И в этот день можно вас с этим праздником поздравить. Подарок для молодых мам. Сегодня в роддоме номер один состоялся концерт. Его организовали активисты молодой гвардии. Они предложили школьникам подготовить программу со стихами и песнями. Акцию молодогвардейцы проводят впервые. Подобный сюрприз планировали устроить во всех роддомах областного центра. Но приняли гостей не везде. Мы созванивались с директором и уже обговаривали каждое действие наше. Потому что все-таки родильное отделение, и мало ли, может, мы потревожим, либо еще что-то. Некоторые роддомы нам отказали, но здесь отнеслись так с теплом, с поддержкой. А когда отказали, как объясняли причину? Ну, причины разные, просто не хотят тревожить женщин. Подарки от молодогвардейцев ждут женщины непосредственно в сам день праздника. Завтра на улицу города будут раздавать сульпаны, сделанные из бумаги. Сегодня же в роддоме дарили живые цветы. А выступление детей не оставило равнодушной ни одну из мам. Мама и дочка, они так похожи. Мама и дочка, две капельки солнца. Я просто без ума, я в восторге. Особенно песня «Мама и дочка». У меня дочка родилась. Я просто в восторге. С наступающим всех праздником. Молодцы, здорово, потрясающе. Одни эмоции. О праздниках и буднях, как глава Владимира планирует провести 8 марта и какие задачи стали с началом весны перед городской администрацией. Об этом мы решили расспросить у Сергея Сахарова. Сейчас он здесь, со мной в студии 6 канала. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Владимирович, какие праздничные мероприятия ожидают наших женщин в предстоящие выходные? Во-первых, завтра во всех парках города пройдут праздничные мероприятия, посвященные женскому дню. Кто пожелает присоединиться к ним и активно поучаствовать, милости просим. Сегодня в спортивном комплексе МВД в загородном парке проходит соревнование Центрального федерального округа по боксу среди женщин, юниорок и девочек. Достаточно увлекательное соревнование. Участвуют несколько наших юных спортсменок, за которых должен поболеть весь город. Соревнования начались сегодня и закончатся финал 10-го числа. Вход свободный, также каждый может присоединиться и поболеть за наших спортсменок. 9-10-го числа в Доме офицеров, начало в 12 часов, будет эстет-проект преображения, на который мы приглашаем всех дам. Очень будет интересное мероприятие. Визажисты, стилисты, парфюмерии много. В общем, много различных мероприятий. Скажите, а много ли женщин, девушек работает в нашей городской администрации? Как вы их сегодня поздравили? Вообще во всех структурах администрации работает более 600 человек. Это и МУПы, это и казенное предприятие, это и сама администрация, и районная администрация, поселковая в том числе. Я вам должен сказать, что у администрации женское лицо. Более 70% сотрудниц или сотрудников – это женщины. И сегодня мы их поздравляли. Не было фуршета, а был просто небольшой праздничный концерт. Было очень приятно видеть женщин, которые работают у нас в администрации, совсем преобразившимися и очень симпатично наряженными. Сергей Владимирович, а как вы относитесь к женщинам в политике и к женщинам-руководителям? Да очень спокойно. Не бывает слабого пола, так вот, по сути. А бывает либо сильный, либо слабый руководитель. Ведь история знает и международная история, и российская история. Много женщин-политиков, которые состоялись в своих государствах. То же самое есть у нас и у Владимирской оригинальной политики. Я бы отнесся, скорее всего, аномально к тем женщинам, которые руководят, скажем, металлургическими комбинатами. Но если женщина возглавляет парфюмерное производство, то вполне к лицу женщине такое занятие, если она его выбрала и успешно им руководит. Ну а женщина в политике просто обязана быть. Если не секрет, расскажите, как вы планируете провести завтрашний день и как будете поздравлять своих самых близких и родных женщин? Слушайте, ничего пока не планировал. День достаточно динамичный. Сейчас нужно будет вернуться еще на работу. И потом постараюсь проехаться по магазинам. Обычно заезжаю в северные торговые ряды и покупаю комплекс на подарки своим близким женщинам. Ну, хоть запланировали их заранее? Нет. Приеду, распишу на листочке и обязательно выполню досконально. От праздников к будням наступила весна. Какие первоочередные задачи сейчас стоят у администрации города по благоустройству Владимира? Как только сойдет снег, необходимо будет убрать всю территорию города от песко-соляной смеси, которую мы достаточно в обильных количествах разбрасывали на дорогах на магистральных и внутриквартальных дорогах в течение этого года, зимнего периода. Это достаточно сложная задача, но как только она будет выполнена, где-то под середину апреля, мы увидим, как город расцветет благоухающими зелеными сочными красками. И последний вопрос. Насколько я знаю, вы сегодня были в 21-й школе, которая находится на реконструкции. Скажите, когда она откроется для ребят? Нет опасений. 1 сентября школа заработает в полном объеме. Сегодня подрядчик полностью производит капитальный ремонт кровли, который будет закончен к 15 мая. Примерно в это же время произойдет конкурс на работы по актовому залу и спортивному залу, который расположен на четвертом этаже этого здания. И к лету уже вся работа закончится в этой школе. 1 сентября, еще раз повторюсь, все школьники вернутся в 21-й школу. Все-таки хочется закончить на праздничной нотке, скажем так. Сейчас у вас есть отличная возможность поздравить всех наших жительниц Владимира с праздником. Дорогие женщины, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучат в ваш адрес. Добра, благополучия, счастья и пусть ваши близкие дорогие мужчины всегда только радуют и удивляют вас по-хорошему. Спасибо, Сергей Владимирович. И я напомню, только что мы беседовали с главой города Владимира Сергеем Сахаровым. На ринге нет места слабым, даже если соревнуются женщины. Открытые первенства Центрального федерального округа по боксу среди женщин и девушек стартовало сегодня во Владимире. И хотя бы открасить лицо таким образом не лучший вариант в преддверии 8 марта, бои на ринге развернулись нешуточные. Шансы владимирских участниц на победу оценила Евгения Аксиненко. За пару минут до начала церемонии открытия тренер Катерина Всемирновой дает девушке последние указания. Она приехала из Костромы и, как у каждого спортсмена, у нее есть свои профессиональные секреты. Да, мой конек удар в корпус, потому что я маленькая, ростом, и мне легче пробить корпус, чем нос разбить. Торжественное поднятие флага, гимн, речи от гостей и соревнования можно начинать. В турнире участвуют 150 девушек из всех 17 регионов Центрального федерального округа. Здесь они борются за путевки на чемпионат России. У нашей области шансы неплохие, в ее составе уже трое. Члены сборной страны. Наши основные конкуренты, я думаю, будет у нас Иваново, потому что там уже есть чемпионка Европы. Потом есть у нас с Курска тоже чемпионка мира, которая здесь будет выступать. Здесь, в общем, у нас сейчас присутствует, наверное, четыре международных мастера спорта и, наверное, пять мастеров спорта России. Мысль, что бокс – дело не женское, совсем устарела. На Олимпиаде в Лондоне представительницы слабого пола впервые боролись за медали самого высокого достоинства. Поймет каждый боксер, что это настоящее искусство владения своим телом, владения своими эмоциями. Мы контролируем себя. В нужный момент делаем то, что нам надо. Каждый должен заниматься своим делом, к чему он талантлив и к чему лежит сердце. Если у девушки лежит к этому сердце, то значит, это ее дело. Финальные бои проведут 10 марта, а уже в апреле пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Сегодня в Твиттере обсуждают смерть актера Андрея Панина и, конечно, надвигающийся праздник. Все подробности у Ивана Люткова. Одной из главных новостей Твиттера сегодня стала смерть актера Андрея Панина. Самым первым об этой трагедии сообщил Твиаккаунт LifeNews. Тело Андрея Панина около 11 часов утра обнаружил его директор Геннадий Русин. Четверо суток он не мог дозвониться до артиста и, наконец, обратился в полицию. После этого был осуществлен выезд по месту жительства, где было обнаружено тело актера. Эксперты-криминалисты, работающие на месте гибели 50-летнего актера, предварительно установили, что скончался он около суток назад. Таким образом, в биографии одного из самых любимых зрителями российских актеров датой смерти будет значиться 6 марта 2013 года. Позднее в Твиттере свои соболезнования выразили коллеги по цеху актера. Это звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, резидент комедий-клаб Павел Воля и многие другие. Анастасия Шустава в своем микроблоге отметила, что обожала Панина за роли в сериале «Бригада» и в фильме «Водитель для веры». Радостным событием этого дня, естественно, стал долгожданный праздник весны 8 марта. Ольга Плотникова поделилась вот такой медалью, которой ее наградили в честь Международного женского дня. Пользователь Енина упрекнула нас мужчин и в Твиттере написала «Те мужики, которые громче всего перед 23 февраля смеялись над носками и пеной для бритья, на 8 марта дарят обычно букет цветов и мягкую игрушку». Вот так вот мужчины, женщины все про нас знают. Будьте оригинальными при выборе подарка для любимых дам. К рубрике «Один день». Кирилл Николенко вспомнил, что 7 марта в 1933 году была изобретена игра «Монополия». Она появилась на свет под занавес Великой депрессии в США. Кирилл также напомнил, что в этот день, в 1967 году, в нашей стране принято решение о введении пятидневной рабочей недели с двумя выходными. С недавних пор, первую декаду, первого месяца весны, мы с вами отдыхаем три дня. И это благодаря женщинам. На этом у меня все. Я поздравляю всех женщин с наступающим праздником. Приятных всем выходных. До встречи. И последнее. От всей души наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы собрать самые искренние и теплые поздравления от мужчин Владимира прекрасным дамам. Чего же, по версии, сильного пола не хватает женщинам, и чего они обязуются им предоставить, в ближайшем будущем выяснял Дмитрий Шевелев. Такой день один раз в году бывает. И женщины у нас, во всяком случае, не на плохом счету. Поздравляю всех женщин с 8 марта. И свою маму в числе. Всех наступающих дам с праздником. Этим прекрасным днем весны. Отдельно хотел бы, конечно, поздравить своих родных, свою любимую девушку. Всем дамам свисти и пахнуть. Поздравляю свою маму с 8 марта. Желаю ей самого лучшего. Счастья, благо, успеха в работе и в личной жизни. Счастья, здоровья и любви, сердечность. Всем желаю. Все они у нас заслушивают большого уважения и добрых, конечно, пожеланий всяких хочется им сделать. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Ничего так. Счастья, радости. Самое главное – здоровья и счастья в личной жизни. Всех желаем очень хорошо. Чтоб жизнь была у них, мужья были. Все, чтоб было. Бодрости, хорошего настроения. И счастья. Всем женщинам. Россия. И мира. И России, и мира. Всем счастья здоровья. Все. Не знал, что придется выступать. Всем женщинам в России. Мира. Всем женщинам в России и мира. Нам вновь напоминают розы, Что отступают холода, Сменяют летний зной морозы, Метели переходят в грозы. Но с нами женщины всегда. Пусть в марте снега белизна, У них в душе цветет весна. На этом моя часть выпуска завершена. Впереди еще немного полезной информации и прогноз погоды. И целых три дня выходных. Проведите их хорошо. Коллектив Шестого канала. Я лично поздравляю наших телезрителей С Международным женским днем. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова